В комментариях к одному из моих недавних видео некто возразил словам о том, что плохие произведения искусства ведут к деградации общества в целом и культуры в частности. Дескать, чё я жалуюсь на попаданцев, новые звёздные войны, феминизм и толерастию повсюду. Ведь есть и хорошие произведения, например, Стивен Кинг всё ещё пишет «Джордж Мартин там». Старый заплесневелый мем про 90% фигни и 10% хорошего – это всегда смешно. Но я что-то взгрустнул. В начале года нежно любимый мной музыкальный коллектив Judas Priest выпустил новый альбом Firepower. Альбом вышел отменный, в нём слышатся старые добрые присты, разве что слегка постаревшие. Да и Хелфорд уже не может настолько эпично визжать, как раньше. Но в целом звучание каноничное, классическое, я бы сказал. Особенно мне понравилась песня «Огнемёт». Послушал я альбом и обрадовался, а потом загрустил ещё сильнее, потому что сразу за видео с песнями на ютубе вылез трейлер, навязшего в зубах ещё до выхода первому игроку приготовиться с банальными «Take on me» и «Jump». Это прекрасные песни, но я скоро их возненавижу, потому что из-за них каждый бородатый хипстер теперь будет считать себя знатоком музыки 80-х. Ведь он же слышал супер-мега-популярные хиты того десятилетия в фильме про ностальгию, снятом по мотивам мастурбационного фанфика «Толстого гика». Будучи «Толстым гиком», я очень недоволен. Нет, конечно, сам по себе фильм роскошный. Спилберг не умеет снимать плохо, даже когда делает тупорылую фигню типа «Шпионского моста». А напиханные в каждый кадр отсылки к играм, фильмам, аниме, чёрту лысому и работам самого Спилберга сделали картину вместилищем всего, что только можно. И загрустил я вовсе не из-за качества самого фильма или его сюжета. Да, он глупый, если задуматься серьёзно, но одновременно именно такой, каким и бывает фильм про эскапизм с моралью. Речь о самостоятельной культурной ценности, с которой при всех несомненных плюсах у фильма проблемы. Помимо отсылок, в «Первом игроке» мало чего-то, ради чего мы его смотрели бы просто так, как кино. Да, Спилберг снял более адекватную историю про парня, который обретает яйца в реале, и это хорошо, но мало. Потому что смотреть и любить фильм будут за Ван Халенов и Харли Квинн на заднем плане. «Добила меня» реклама сериала «Кобра Кай», продолжение саги «Парень-каратист. Не путать с каратэ-пацаном». Культовой франшизы 80-х, откуда и пошли все современные вариации клише мономифической стадии преображения с помощью мудрого наставника. Главным героем становится постаревший антагонист первого фильма. Постмодернизм и вторичность, но выглядит задорно, однако легче мне от этого не стало. Потому что... что еще есть вокруг? Новые синтвейв-композиции? Сиквелы «Звездных войн» упаси Вейдер? Новые фильмы про Бэтмена? Сериал по «Властелину колец?» Третья часть Джона Уика? Кикстартер «Команда ниндзя?» Может быть, сиквел «Кунг Фьюри»? Тут я и вспомнил, почему некогда увлекся стилистикой ретровейва, в которой выполнены мои видео, и вообще с новой силой закопался в культуру, стиль и искусство 30-летний в среднем давности. Случилось это как раз тогда, когда жанр поднимал голову, потому что ничего интересного и нового просто не появлялось. Фильмы типа «Дреда» или «Грани будущего», редкие вспышки творчества интересных групп или качественных книг, комиксов, аниме, игр не делали погоды. Слишком мало, слишком быстро увязали крупицы прекрасного в общем потоке тухлого физраствора. Из супергеройской жвачки, Эдов Ширенов, Смайлими Сайрус, книг про космических гомосеков вместо нормальной космооперы и прочего, прочего, прочего. Мне возразят, ведь годнота же была и есть. Конечно, например, экранизации старых комиксов, подражающие старым группы, книги старых мастеров типа Буджолд, удачной работы в старых жанрах со старыми элементами. Вот и Спилберг снимает новую фантастику, сделанную целиком из старой. И Мартин пишет очередной том старой саги, и Присты выпустили новый альбом со старым звучанием. Это ведь так хорошо и здорово, когда культура держится на 70-летних стариках, выпускающих ностальгическую продукцию или продолжение того, что уже было. А среди молодежи либо синтетическая бездарность, либо самородки, идущие на поклон, все к той же синтетической бездарности, потому что альтернативы на рынке нет. Но у меня вопрос, вот уйдут мастодонты типа Кинга, Мартина, Пристов, Спилберга, кто останется? Откуда возьмутся новые? Ладно, появляются еще иногда самородки типа режиссеров Джона Уика, но их слишком мало, потому что особых перспектив нет, как раз потому, что вся система, вся надстройка собралась вокруг мастодонтов, на которых упывает как блохи на барбоску. Молодых же и талантливых творцов сразу же расхватывают на съемки ремейков и сиквелов. Так что крайне наивно считать, что состояние массовой культуры не изменится, потому что в данный момент в ней все еще есть мастодонты. Это все равно, что хвалить нашу эстраду за то, что там есть Пугачева, в сравнении с которой Ленин в Мавзолее выглядит бодрячком. С поправкой на то, что при всех недостатках Буджилд, Мартин или Спилберг делают свое дело хорошо, а она уже вообще все делает никак. Вот почему главной новинкой сезона становится экранизация Лид РПГ, потому что там есть фишка, что-то знакомое. Крючок, за который можно зацепить потребителя и следовательно на нем заработать. И нет, я не говорю, что отсылки, ностальгия или вдохновение классикой это плохо, напротив, это очень хорошо. Но ключевое слово здесь – вдохновение. Творцы всегда вдохновлялись и будут вдохновляться тем, что сотворили до них. Существует вообще понятие 30-летнего цикла, когда на моду, культуру и искусство начинают влиять тенденции и образы 30-летней давности. Так, например, на 80-е оказали влияние 50-е. Когда в моду вновь вошли консервативные ценности, повторился припадок антикоммунистической паранойи в Америке, классическая мужественность и фантастика вошли в моду. Например, нельзя отрицать влияние Нуара на Киберпанк. Только вот ведь в чем дело, в наши дни этот цикл не развивается. Современная массовая культура не создает что-то новое под влиянием 80-х. Она их целиком перерабатывает уже 90-е на подходе «А что создано своего?» Что девочки с розовыми волосами и небритыми подмышками? Или хипстеры, опозорившие образ бородатого мужчины? Так подобное ничтожество бывает в каждый период человеческой истории. А в кино, в литературе, что Мартин с Кингом на пятом десятке творческой жизни? Или отдельные произведения? Фильмы, упаси господи, Марвел, которые забываешь на выходе из кинозала, и которые являются посредственной пересъемкой других фильмов по старым первоисточникам. Вот серьезно, когда второй фильм про Капитана Америку нахваливали за то, что он является примитивнейшим шпионским триллером только с мужиком в лосинах, я лицо фейспалмом разбил. Вот почему меня огорчает успех первого игрока и популяризация ретро-вейва, хотя и фильм не является чем-то ужасным, и музыка вообще отличная. Нишевая ностальгическая субкультура становится мейнстримом, и в этом не было бы ничего плохого, если бы популярные продукты этой субкультуры не состояли целиком из уже придуманного, причем не просто придуманного, но позаимствованного без изменений. То есть, вместо того, чтобы на почве нью-ретро вырастить нечто свое, нечто оригинальное, как Звездные войны выросли из Флэша Гордона, Бака Роджерса, Дюны и еще черти чего, сейчас в текущем климате уже имеющиеся будут просто эксплуатировать. Первый игрок – это не первый продукт с отсылками, но самый дорогой, с соответствующей стилизацией и тематикой, и, как мне кажется, самый качественный. Дальше будет только хуже, как стало с тем же ретро-вейвом. Рынок заполонили однообразные музыканты, зачастую берущие самые поверхностные признаки, типа электронного звучания и неоновых решеток на обложке альбома, потому что смысл существования такой продукции не в создании нового, а в эксплуатации уже созданного. Нам будут продавать наши уже имеющиеся воспоминания за новые деньги. Ну, это как вместо самостоятельного произведения продавать фанфик. Так почему кто-то думает, что такой же фанфик, только с правильным оформлением, будет чем-то лучше? Отсюда и растут ноги у эпидемии ремейков, экранизаций, ребутов и прочей фигни. Да, адаптации первоисточника были всегда, и ремейки снимали на протяжении всей истории кино. Но сейчас ситуация усугубилась. Почему, понятно. Как мы уже неоднократно говорили, кризис экономики порождает кризис культуры. Надстройка, базис. Нужно зарабатывать больше и с гарантией, а для этого подойдет разработка любого рынка, в том числе и ностальгического его сектора. Тут в игру и вступают различные экономические факторы. Необходимость поточного производства и максимальный охват всех возможных целевых аудиторий. Взаимодействие производителя и продавца с нынешней гнилой интеллигенцией, которая все делает хуже. Лишь бы сохранить и приумножить свое влияние, не обращаясь к реальным проблемам, ради которых придется трудиться. И не успеваешь глазом моргнуть, как твоя любимая ностальгия ставится на службу очередному расправившему плечико Атланту, что ведет к неизменному упадку качества и превращению любого жанра в безвкусное, бесцветное и безликое ничто. А знаете, почему это не просто мне не нравится, а кажется объективно плохим? Я как-то уже говорил в обзоре новой экранизации, оно, что тоска нынешней культуры по 80-м, это не просто очередной виток 30-летнего цикла. Нынешняя нью-ретро – это тоска по прошлому, у которого было будущее, последнее будущее. С начала 2000-х надстройка мировой цивилизации вошла в стадию упадка, окончательно похоронив модерн. Сейчас культура не просто в стагнации, она активно пожирает саму себя. Постмодерн породил постмодернизм, когда современное искусство – это разрубленное топором и заново сложенное искусство старое. А вот что будет, когда прошлое закончится, никто не знает. Это уже не просто опора на старое для создания нового. Нового нет. Вот что нового в первому игроку приготовиться, что нового в классическом альбоме пристав, что нового хоть где-то. И не в смысле выпрыгивания из штанов и выворачивания наизнанку в попытке быть оригинальными, как считает небыдло, а в классическом смысле прекрасного и полезного, отражающего и обогащающего человеческое существование. Будь это хоть самая пошлая космоопера или самый оригинальный артхаус. Вот отдели от нынешней массовой культуры постмодернизм. Что останется? Романчик «Маска теней» очередной разововласой борчихи за права всех подряд. Главная фишка книги – протагонист гендерфлюидный. То есть не считает себя ни мальчиком, ни, собственно, девочкой. Что является мощным основанием и мотивацией для борьбы за все хорошее против всей фигни. Точнее, ради агрессивного самоутверждения. Вы слышите этот милый хруст картона? А еще будут пердильные комедии с жрухами от режиссера «Охотниц за привидениями», «Целлюлитная задница Ники Минаж», «Голодные игры», «Масс-эффект Андромеда» и прочий шлаг, остающийся от трения творческой импотенции о наследии предков. Бытие уже определило сознание, выросли поколения творцов, не способные создавать что-то компетентное. Союз гнилой интеллигенции и расправивших плечики атлантов, оседлавших коммерческое искусство, превратил массовую культуру в цирк компрочекосов. Уродцы, которые даже не понимают своего уродства, создают содержание и формы, непригодные для человечества. Но сфера превратилась в помойку. И снова предупрежу возражение. Да, хорошее кино, книги и игры существуют, просто речь максимум об отдельных произведениях. Наличие хороших примеров, просто хороших, даже не шедевров, не меняет ситуации, а является ее симптомом. Какой-нибудь Дредд или Джон Уик и прочие единичные примеры должны быть середнячком, которого много, а не алмазами в куче навоза или оазисом в пустыне, как сейчас. На шедевры и классику можно любоваться потомкам, а здесь и сейчас их создают те, кто воспитывается в среде с определенным средним уровнем. И если нет достаточной доли продуктов культуры определенного качества и наполнения, то нет и шедевров, потому что шедевр всегда стоит на плечах обыденности. Не бывает никаких 90% плохого и 10% хорошего. Бывает 90% обычного и 10% необычного, которое из обычного родилось. Вот почему контраргумент, но есть и хорошие примеры, не работает. Вот и ответ, почему так люто-бешено сейчас защищают старые франшизы на Западе и, например, советское кино у нас. Защищают проедаемый средний уровень, а не чье-то личное детство, которое кто-то заплевал. Пусть подсознательно, но потребитель понимает, изуродованная компрочекосами надстройка вторично перерабатывает созданные предыдущими поколениями. И это пугает потребителя до одури, потому что тот нутром чует, потом уже ничего не будет. Ведь то, что пожирается сейчас, не оставит ничего нового на это потом. Не будет феномена уровня Звездных войн, будут очередные продолжения и спин-оффы, качество которых будет все ниже и ниже. Не будет еще одного Мартина, но будет куча низкопробной фэнтези с кровью, кишками, инцестом и попаданцами. Потому что сама природа создания таких произведений обуславливает упадок. Эксплуатация всегда вырабатывает ресурс. Практика мои слова только подтверждает. И вот наш потребитель радостно возводит карго-культ. Ретро-вейв, ностальгия, неоновые безобразия. Это он и есть. Не понимающий до конца проблемы народ, пытается воссоздать культуру того времени в чистом виде, словно ритуалом, пытаясь вызвать то самое время, когда казалось, что еще впереди что-то будет. Обязательно будут яблони на Марсе и летающие Делорианы. Потребитель старательно делает вид, что наставший с тех пор звенящей пустоты не существует. Или просто пытается сбежать от осознания этого факта в иллюзию продолжения той культуры. Только самолеты к адептам карго-культа так и не прилетели. И культура сама не выправится, сколько альбомов Синтвейва не выпускай. И новых назад в будущее Терминатора или хотя бы Матрицы тоже никто не снимет. Пока лучшим, что предлагает Голливуд, оказывается экранизация фанфика, берущего количеством отсылок к первоисточникам. Потому что надо же и на карго-культе заработать. Для тех, кто уже пишет комментарий о том, что я ною на тему «Трава была зеленее». Нет, не была проблема в том, что эту траву сейчас раскуривают в косяках, вместо того, чтобы сажать новую. Речь также не о том, что ретро-вейв, ностальгия или фильм первому игроку приготовиться плохие и те, кто их любит, плохие люди. Ау, вы смотрите видео ретро-вейв-блогера. Речь и не о том, что надо лезть из кожи вон и оригинальничать, отряхивая прах прошлого со стоп своих. Без багажа прошлого не бывает будущего. Но нельзя самим себя запирать в чемодане. Не стыдно подражать классике, использовать старые приемы, формы и клише. Но использовать их надо в чем-то своем. Потому что, если не творить, а только переваривать, получается не творчество, получается дерьмо. Такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok